Начнем мы с этого. Нога, парень 19 лет, ваша возраста, гипноторонная. Нижняя часть нормальная, а верхняя часть вся оторвана. Парень, еще раз выпили, еще раз закусили, еще раз искупались и пошли в лесок охладиться. Чем-то заняться. А чем там занимаются в лесу? Молодые люди, грибы собирают. Вот, пусть грибы собирают. Она тоже начала собирать грибы. Нагнулась, чтобы гриб поднять. И она ему в таком виде очень понравилась. Короче, занялись они сексом. И когда они выходили, то она произнесла роковую фразу. Что вы думаете, она сказала? А? Нет. Отвези меня домой. На мотоцикле. Ты говоришь, отличный мужик. Ну, то есть она имела в виду хорошего партнера в сексе. И он решает доказать, что он отличный парень и мужик. Он садится на мотоцикл, газует. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Мотоцикл поднимается на заднее колесо и понесся. Девушка, девушка. Итак, девушка видит, как он хорошо на заднем колесе. Ура, ура, ура! И вдруг перед ним стена леса. И он моментально поворачивает влево. Мотоцикл заносит. И он скользит по-друге на земле, как дуги. Потому что как санки. Вот эти дуги на мотоцикле. Они не дают мотоциклисту окончательно упасть на вздече. Они не скользят. И на краю поляна лежал камень с острыми концами. Удар ногой. И нога светел на 10 метров. Девушка моментально отрезвела. Стала бегать по поляне, кричать, помогите, помогите. Никого нет. Выбегает за посадки. А там всегда дорога есть. И, к счастью его, ехал машина из деревни. Бабушку везли в район с аппендицитом. И они заехали. Наложили мужгут на торопную конечность. Провели противошоковые мероприятия. И ногу кинули в машину. Она уже никому не нужна. Пришить ее невозможно. Все разорвало буквально от удара. Он остался жив. Но вот роковая фраза девушки, ты классный парень, сыграла роковую шутку. Ему показалось, что у него в гараже припрятан бутылка водки. Может такой быть у пьяницы? Может. Белая горячка. Да не бывает у них никогда припрянки. Они ее тот же выпивают. И он пробрался, не включая свет. Потому что жена у него очень злая. И она ругается. Нашупал бутылку. Открыл ночью. И ее буль-буль-буль-буль-буль пьет. И вдруг у нее начал жечь. А там оказывается аккумуляторная кислота. И короче он сжег себе всю слизь, оболочку пищевода. Не умер. Ему бужировали. То есть резиновые такие трубки вставляли, чтобы пищевод во время заживления не сморщился. Но на этом фоне, вот эпители многослойные, образовался рак пищевода. Который перекрыл пищевод и он в конце концов умер от кохексии. Причем интересно, я его замораживал, а у него брат-близнец. И вот мертвый лежит. Все. И вдруг заходит родственники, заходит он. Представляете? Брат-близнец. А вы не знали, да? Я не знал просто. И вдруг. Я говорю, заходите, и прям дверь открывается, заходит он. Я даже опешивал. Я говорю, глянь.